Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. На прошлой неделе в пятницу наконец-то я доехал до Финама. Это один из крупнейших брокеров. Когда-то я, когда выбирал брокера, я выбирал между БКС, Финамом и Открытием. Ну, выбрал Открытие, вы знаете. Но, тем не менее, вот, наконец, я добрался до Финама для того, чтобы познакомиться с Финамом. Какие там фишки есть, что интересного есть у Финама, ну и вообще познакомиться. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами первыми впечатлениями от брокерского дома Финам. Итак, ну, находится он в самом центре Москвы, так же, как и Открытие. В общем, достаточно удобно от метро Пушкинской дойти. Захожу в Финам, ресепшн, все солидно. Далее идут переговорные комнаты. Переговорных комнат по сравнению с Открытием намного больше. Все организовано очень-очень хорошо информационно, значит, там по записи и так далее. У Открытия немножечко, ну, как-то тесновато, скажем так, для общения с клиентами. Но, с другой стороны, общение с клиентами сейчас происходит, открытие брокерского счета происходит через интернет в основном. Поэтому, в общем-то сказать, такой необходимости в переговорных комнатах особых нет. Далее, значит, я уже договорился о встрече, так сказать, там с менеджерами. И меня интересовали, конечно же, тарифы и, конечно же, условия работы. Вот, ну, по условиям работы. Смотрите. Открытие брокерского счета абсолютно бесплатно, естественно. Вот, ну, введение брокерского счета 177 рублей в месяц. Если на брокерском счете сумма больше, чем 0 рублей. Независимо от суммы. Давайте сравним с открытием. У открытия, если сумма на счете, сумма активов больше, чем 50 тысяч рублей, то бесплатно. Если меньше, чем 50 тысяч рублей, 295 рублей в месяц вас возьмет открытие за введение брокерского счета. Если меньше, чем 50 тысяч рублей. Поэтому получается, что до 50 тысяч рублей все-таки финам выгоднее. Вот, по поводу комиссий брокерских. Ну, будем рассматривать комиссию на фондовом рынке. На фондовом рынке комиссия у финама 0,0300 с чем-то процентов, не помню точно. У открытия 0,057% от суммы сделки. То есть, у открытия комиссия выше на фондовом рынке. Но не все так просто. Дело в том, что у финама есть минимальная сумма комиссии. 41 рубль. То есть, комиссия 0,0359, насколько я помню. Но не менее, чем 41 рубль. Так вот, 41 рубль гасит все. Значит, вот на финаме комиссия становится выгоднее за счет вот этого 41 рубля. На суммах я посчитал, при суммах сделки от 72 тысяч рублей за сделку. То есть, если у вас сумма за сделку меньше, чем 72 тысячи рублей, то комиссия, значит, у финама будет 41 рубль. А, соответственно, у открытия 0,057%, что будет меньше, чем 41 рубль. Тонкости такие, нюансы. Вроде бы комиссия маленькая, да? А на самом деле есть минимальная сумма. Но, опять же, за обслуживание ниже. Вот, что дальше? Дальше есть фишка очень хорошая, приятная у финама. Это тест-драйв. Вновь прибывшим клиентам, которые приходят, только открывают брокерские счета, дается льготное условие, тест-драйв. И там все комиссии сильно-сильно ниже. Очень хорошая штука, очень хорошие условия. То есть, такая завлекушка. Вот, мы начинаем торговать, и мы видим, что все хорошо, что все там дешево, все прекрасно. Но тест-драйв дается на календарный месяц. Календарный месяц считается от начала ближайшего месяца до конца ближайшего месяца, который будет. То есть, по максимуму тест-драйв можно пользоваться 2 месяца буквально. В среднем 1,5. Вот, и, ну, что это значит? Это значит, что я был в пятницу, значит, в понедельник у меня зарегистрировался брокерский счет. Брокерский счет я зарегистрировал, и он у меня сейчас на тарифе тест-драйв. И тест-драйв будет весь январь и весь февраль, потому что с 11 января, не самого начала месяца, поэтому вот так. То есть, тест-драйв очень привлекательное условие, но потом я перехожу уже на другой тариф. В беседе с менеджером, значит, я выяснил, что, ну, в моих условиях, ну, и в ваших, соответственно, наверное, будет тариф консультационный. Там комиссия будет выше, чем 0.0359, но при этом не будет минимальной суммы за сделку. Вот. И что я решил? Смотрите, есть еще одна фишка у Финамо очень приятная, которой нету открытия, это автоследование. То есть, смотрите, вот люди у меня спрашивают, а какие акции покупать, какие продавать, и люди не умеют вот этого делать самостоятельно, потому что, ну, мой канал предназначен для полных чайников. Так вот, для полных чайников у Финамо есть великолепная штука – автоследование. То есть, смотрите, для тех, кто уже научился кое-что делать, это, значит, они могут просто получать сигналы, то есть, я покупаю акции, и вы автоматически, после того, как подключитесь к этому сервису автоследования, ко мне, например, да, то вы получите смс-ку, что вот Деменков Юрий купил какую-то акцию, и вы уже сами думаете, покупать вам ее или нет. Вот, либо второй вариант автоследования, то есть, вообще автоследования, то есть, не сигналы вы получаете, а прямо вы говорите, что я хочу такие же сделки, как Деменков Юрий получать и, так сказать, совершать, и у вас, значит, вы кладете там какую-то сумму, и эти сделки совершаются в автоматическом режиме, вы даже не беспокоитесь об этом. Но, повторяю, решение о том, следовать или нет, именно ваше, то есть, здесь сразу предупреждаю, есть риски, риски убытков, я регулярно получаю убытки, как и все трейдеры, в общем-то сказать, там убытки вполне вероятны. Вот так. Вот. И, ну, это хорошая штука на самом деле. И что я решил сделать? Я решил, да, я регистрирую брокерский счет, я расскажу вам, как подключить вот всю эту процедуру брокерского счета. Там точно так же можно торговать. Кстати, у Финамо очень хорошая информационная поддержка, очень хорошая, ну, значит, там больше немножечко возможностей по мобильному приложению, скажем, по торговым платформам, там все несколько интереснее и разнообразнее, чем в открытии, честно прямо скажем. Вот. И так же точно можно подключить к ВИК. И вот то, чему я учу, биржа для чайников вполне сгодится для тех, кто подключился к брокеру Финамо. Вот. И я решил сделать следующее. Так как я уже сказал, что Финамо получается выгоднее для тех, у кого пока небольшие суммы денег, то есть у которых меньше, чем 50 тысяч рублей для того, чтобы открыть брокерский счет в открытии, ну, чтобы он был бесплатным, то можно открыть Финамо. И поэтому я решил смоделировать следующее. Я решил, что я положу на брокерский счет Финамо 30 тысяч рублей, то есть как бы вот, ну, ставлю себя на ваше место. И какие бумаги покупать, я просто буду комментировать, то есть пользуясь идеями, которые я черпаю с различных других ресурсов. Там, Маркет Твитс в Телеграме, там, каналы я использую, там, другие ресурсы. Инвестиционные идеи от открытия брокера я использую. От Финамо, значит, там тоже есть интересные идеи. Я буду реализовывать эти идеи и покупать те или иные активы. Ну, то есть я себя ставлю на место начинающего трейдера или начинающего инвестора на фондовом рынке. То есть какие активы я бы купил, то есть я буду раскладывать их по отраслям, скажем, там, нефтянка, банковский сектор, там, ритейл и так далее. И комментировать это дело при сумме от 30 тысяч рублей. Как все это сделать, я буду рассказывать. Как подключиться к моей торговой системе, тоже расскажу. Сразу могу сказать, что там есть дополнительные платы за это. По-моему, там 6% годовых от суммы активов. Ну, с этим уже ничего не поделаешь. Учеба, она стоит денег, по-любому. Вот, и я буду держать в курсе, поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Да, и если у вас есть вопросы какие-то, ну, задавайте, пожалуйста, потому что, ну, я не могу сразу все вот так вот, ну, ответить и в голове держать. Вот, ну, собственно говоря, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok